Два занятия. Это 4 и 7. Ну, фактически, я не знаю, что получится у меня 4 провести занятие или нет, потому что вот сегодня мне позвонили и сказали, что я член экзаменационной комиссии в Московском лингвистическом университете у магистра второго года. Там 9 человек, я просто могу не успеть приехать. Но у нас все равно еще седьмого будет занятие. Я хотела четвертого провести занятие такое нормальное, полноценное, а седьмого сделать консультацию. Но, скорее всего, наверное, не получится так. Я вам еще напишу насчет четвертого, потому что я там третьего буду. Там несколько дней. Несколько дней у них экзамен идет. И поскольку я член экзаменационной комиссии, я не могу пропустить, потому что там нужно подписи поставить. Нужно поставить подписи в документах. Документы сдаются в этот же день. Так что все серьезно. Так, ну что? Четыре человека есть. Подождем еще немного. Давайте тогда я послушаю ваши вопросы, если они у вас есть. Если нет, потому что я хочу уже требования озвучить, чтобы все были. Сегодня мы с вами будем рассматривать презентацию, как ее составить. Я вам часть информации в чат поместила, но это еще не все, потому что будем отдельно рассматривать. У меня еще есть презентация. И поскольку у нас время ограничено, мы тогда с вами просто, я вам, ну, не вы будете делать, а уже готовый материал, готовые ответы на вопросы, мы с вами посмотрим, прочитаем. И я вам тоже это все отправлю в чат, чтобы вы могли готовиться. Кто знает, это все на сегодня или кто-то еще придет? Есть какая-то информация? Нанда будет сегодня? Ждать нам его или нет? Кто знает, Нанда будет или не будет? Так, ну вот, совершенно случайно нашелся мой. Искала, искала, потеряла свой листок, где отмечала присутствие магистранков. Думала, что уже в доконате забыла, в CMS забыла. Нет, вот он нашелся почему-то в папке аспирантов. Ну, тоже неплохо. Тоже неплохо. Так, ничего вы мне сказать не хотите. Ну, хорошо, сейчас вот еще три минуты ждем, потому что Нанда так не опаздывает. И тогда будем с вами дальше действовать. Так. Да, Сопьи Хейн, спасибо вам большое. Пришел сегодня ваш... Да, да, приходил, писал зачет, не знаю, какой результат будет. Сдал. Ну, я еще не смотрела, я только пришла недавно, поэтому я еще не смотрела. То, что там у нас получается по... Зачет они мне сегодня сдавали, но я разрешила всем магистрантам сдавать зачет. Даже у кого нет первого-второго модуля, но при условии, что я не поставлю им зачет, пока они мне... Ну, то есть, да, зачет-то он будет, то есть я знаю оценку, все я проверю. Ну, в ведомость и зачетку я не буду ставить оценку, пока они мне не сдадут все задолженности. Ага, понятно. Я вот сейчас, кто опоздал, говорю, что у меня четвертого. Я прохотела с ними, с магистрантами четвертого. У нас тоже по вторникам с ними занятия. Но там ситуация такая, что я должна быть на экзамене. Получается, что у меня экзамен в другом университете, государственный экзамен, который я не могу пропустить. Поэтому не знаю, как у меня получится. Может быть, у нас вот с вами, еще раз озвучиваю, что у нас с вами сегодня предпоследний... Ну, как, не предпоследний, сегодня занятия. И на той неделе у нас должно быть два занятия. Четвертого и седьмого. Вот четвертого у меня экзамен. Я могу просто не успеть. Там девять человек, магистрантов в другом университете. Это Московский лингвистический университет, который готовит переводчиков. Я буду у них как член государственной экзаменационной комиссии. Поэтому могу к вам четвертого не успеть. Но я напишу тогда, потому что я там буду тридцать первого, третьего, четвертого. Я тогда напишу, будут четвертого занятия или нет. Успею я вернуться или не успею. Тогда мы все на седьмое перенесем. Потому что седьмого я хотела сделать такую консультацию, а не занятие. Но вот не получается, видите, как конец года, очень напряженный конец года. Все, больше мы никого не ждем, никого нет. Значит, не может. Тогда мы с вами начнем вот с этой темы. Я вам отправляла рекомендации по оформлению презентаций. Это тема. Оформление презентации обычно требования универсальные. Это не важно, кто будет для магистрской диссертации, или для кандидатской, или для докторской диссертации. Все требования одинаковые. Так. Вот это все было. Вы должны были посмотреть. А вот текст. Задание. Прочитайте текст. Ну, все-таки я сейчас хочу вам сказать, что экзамен, уже известно, он у вас назначен на 19 июня на 10 часов утра. Это письменная часть. В 11 часов утра у вас будет устная часть. Принимать будет комиссия. Ну, комиссия как раз к 11 часам. Писать вы будете самостоятельно сдавать. И, соответственно, презентация у вас будет. Вот мы к ней будем готовиться. Поэтому я прошу вас, всех, кто сдает экзамен, прислать мне ваковские статьи. То есть, чтобы мы посмотрели, по каким статьям вы будете готовить свою презентацию и доклад. Я тоже эти требования напишу вам в чат. Итак, экзамен 19 июня в 10 часов письменная часть, в 11 часов устная часть. Для устной части вы мне должны прислать ваковские статьи, по которым вы будете делать доклад и презентацию. Понятно? Понятно? Надеюсь, что... Какой? Короче, нам нужно... Нам нужно писать ваковскую статью, да? Не написать. Найти ваковскую статью. Конечно, найти ваковскую статью по вашей теме диссертации. Если вы сами не можете найти такую статью, попросите, пожалуйста, дать ее научному руководителю, дать эту статью. Это чтобы было вам полезно, чтобы вы все равно... Эта статья вам нужна для работы над диссертацией. Вы ее прочитаете, сделаете по ней доклад и презентацию. Это будет... На экзамене это будет имитация вашего доклада, как вот на защите диссертации. А как это делать? Вот презентацию и что там должно быть? Сейчас мы с вами... Вот сегодня я вам выслала все части, которые вы должны были внимательно посмотреть. Вот. Еще. Понятно, нет? Что нужно сделать? Понятно, понятно. Понятно, хорошо. Хорошо, раз все понятно, тогда вот я вам открыла. Пожалуйста, читайте. Читайте. И вот у нас три вопроса. Сейчас я попробую поменьше сделать. Вот такой небольшой текст. Оформление визуальной составляющей презентации. И у вас к нему три вопроса. Что включает в себя визуальная презентация? Как нужно готовить презентацию? С какой целью на защите диссертации используют презентацию? Сначала мы с вами прочитаем теорию, да, то есть как это в теории, какие требования. Потом мы с вами прочитаем, я не помню, вам пересылала или нет. Если не пересылала, то перешлю. Требования кафедр, то есть это то, что требуют кафедры в Станкине, выпускающие. И мы сравним с теми требованиями, которые есть универсальные. Вот сейчас вы их читаете, да. И с теми, которые уже с реальными требованиями нашего университета. Пожалуйста. Значит, у нас сейчас 18.15. Пять минут вам хватит, чтобы прочитать этот текст и ответить на вопросы. Пять минут хватит? Больше не могу дать, меньше могу. Ну, читайте тогда. Давайте. Нет, читайте про себя, будем уже обсуждать и отвечать на вопросы. То есть вы читаете, находите ответы, вот эти три вопроса, которые у вас внизу после текста. Слух уже читать не будем. Да, две темы я вам отправлю. Я сегодня еще, кроме презентации, вам отправляла информацию об основной. Основная часть диссертации, это вы дома прочитаете самостоятельно. А в следующий раз меня больше волнует заключение. Поэтому я вам отправлю требования к заключению диссертации. Это гораздо важнее, потому что центральную часть, вот эту основную главы, как писать главы, что там должно быть, это вам могут помочь, ну, реально помогают ваши научные руководители. А вот все-таки вот эти структурные элементы заключения и выводы, вы должны сами представлять, как это нужно сделать. Потому что очень часто руководители говорят, ну, иди пиши заключение. А что писать? А как писать? В общем-то, не существует учебных пособий. И все даже российские аспиранты, они все учатся сами. То есть это как бы такое, самостоятельно обучаются без преподавателя и без научного руководителя. Вопрос. Итак, что включает в себя визуальная презентация? Что там должно быть на слайдах? Как бы вы ответили на этот вопрос? Да, что должно быть? Созвание студийной техники, в том числе цветных иллюстраций. Вот. Цветные иллюстрации. Можно в первом падеже. Должны быть цветные иллюстрации. Что еще? Анимационная схема. Схемы, да. Анимационные схемы. Что еще? Компьютерные модели. Да, хорошо. Компьютерные модели. И что еще может быть? Видеозаписи офисов. Да, могут быть и видеозаписи. Иногда делают такие коротенькие ролики. И, вы знаете, члены диссертационного совета очень любят, вот, когда они видят графику. Потому что... Польмедийная. Да, это интересно. Да, это интересно. Это показывает, что может аспирант. То есть, что он владеет вот этой мультимедийной техникой. Он ее использует правильно. Да? Теперь, как нужно готовить презентацию? Как их нужно готовить? Нужно готовить... Что мы используем, да? Что мы используем? Применем. Сыприменем. Программного обеспечения. Нет. Вот у вас. Программная. Вот у вас. Вот эти, да. Да, вот это. И вима. Атлетик. Значит, скажу вам на всякий случай, предупрежу, что очень часто, когда мы сталкивались уже с нашими студентами, мы делаем каждый год такую две конференции осенью и зимой для российских... Вернее, да, осенью и весной в первом семестре и во втором. Мы называем эту конференцию студенческая осень и студенческая весна. Там студенты после изучения курса русского языка, но это русские студенты, показывают, что, как они научились работать с научными текстами. И просим их точно так же, вот как вас, я прошу, сделать доклад по какому-то тексту. Ну, у них совсем как бы текст очень легкий, они выбирают сами, ищут информацию в интернете. Мы не говорим, что вы должны взять там статью и вот так ее представить по структуре, потому что мы просто не успеваем с ними пройти требования. И многие из наших студентов, они очень знают очень хорошо программы и делают свои презентации в каких-то супермодных, современных программах. И когда они это приносят в общий зал, да, вот в мультимедийную аудиторию, оказывается, что там стоит старая техника, и компьютер просто не читает эту презентацию. И получается, что человек готовил, делал, да, старался показать, что он умеет, а техника не работает. Поэтому всегда вот и вам, и своим российским студентам говорю, возьмите самую простую программу, вот возьмите этот PowerPoint. Не нужно ничего сверх такого модного, современного. Это хорошо, но у нас в университете стоит старая техника очень часто. Она просто не может прочитать вот вашу презентацию, и получится, что вы должны будете делать доклад без презентации. А согласитесь, так-то вы нервничаете, вы выступаете на неродном языке, а еще если не работает техника, то это совсем очень-очень плохо для выступления. Поэтому берите что-то такое простое, да, не очень старое, но и не суперновое, вот что-то среднее, и готовьте свою презентацию именно в такой программе. И последний вопрос, пожалуйста, с какой целью мы делаем эту презентацию? Зачем она нужна? Может, просто прочитать доклад и все? Как вы думаете? Если, чем больше возможностей студенты используют, тем лучше будет конечный результат. Конечно. 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 А потом, это понятно, да, что вот он студент, аспирант, показал свои возможности. Но не забывайте, что вы иностранные аспиранты, и русский язык для вас неродной. Поэтому, когда у вас есть опора на визуальный ряд или на аудиоканал, да, вот, видео-аудио, то это помогает вам нормально говорить, читать и, в общем-то, не растеряться. Естественно, что доклад у вас будет написан, но на слайдах текста не должно быть. Весь текст у вас должен быть именно в письменной форме каждому слайду. Вот я много выступаю и уже много лет выступаю, и все равно к каждому докладу, которому я делаю презентацию, у меня потом написан текст. Вот написано слайд 1 и текст к этому слайду. Дальше заканчивается, то есть вот я комментирую этот слайд, дальше у меня написано слайд 2. Я перехожу ко второму слайду, то есть даже я, 20 лет работая с презентациями, я себе делаю пометки, где начинается слайд, да, где текст, где он кончается, где мы переходим к следующему слайду. Это дисциплинирует, ребята. Просто вот у вас же время ограничено. У вас там будет 10 минут. Все. Если вы начнете 15-20, то комиссия устает, диссертационная. Объясняю почему. Во-первых, 20 минут очень тяжело слушать научный текст. Во-вторых, у вас еще проблемы с произношением, с фонетикой и с интонацией. Это в два раза сложнее слушать вашу речь. Поэтому большая часть материала в виде каких-то схем, графиков, там, может быть, анимации или иллюстрации, вы должны представить именно на слайдах. Вот помните об этом. Вам будет легче выступать. А если что-то члены комиссии не поймут, но ударение не туда сделали, интонация не такая, или просто слово другое заменили, они когда посмотрят на вашу презентацию, то есть им сразу станет понятно, что человек просто вот сделал фонетическую ошибку, неправильно произнес слово. То есть очень призываю вас подойти к составлению презентации очень внимательно и даже сказала не просто внимательно, ответственно, потому что она вам очень-очень поможет. Теперь второй маленький совсем у нас текстик составление устного доклада для защиты магистрской диссертации. Пожалуйста, читайте. У вас есть один вопрос. Каковы основные, то есть вот то, что вы будете читать, вот вы должны найти ответ на этот вопрос. Каковы основные требования к составлению устного доклада для защиты? Итак, вот из этого текста вы должны рассказать, понять, какие же все-таки основные требования к составлению устного доклада. Читайте. Через 10 минут у нас заканчивается первый урок. И после перерыва мы приступим. Что должно быть в устном докладе? Какие позиции должны быть раскрыты? О чем вы будете говорить? Вот ваша речь, да? Вы выступаете, у вас есть доклад, есть презентация. Что должно быть? Нашего устного доклада должны быть потребованием. 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 Новизна. Новизна, хорошо. Актуальность. Актуальность. Очень хорошо. Практическое применение. Да, практическое применение. То же самое, несмотря на то, что это мы сейчас говорим, ну как бы текст я делала для магистратов, то же самое. И должно быть у аспиранта только, кроме этого, там должен быть еще объект исследования, предмет исследования, актуальность, новизна, цели, задачи. Вот все, что мы с вами разбирали. Вот это все должно быть на слайде. В каком виде это должно быть на слайде, мы сейчас с вами посмотрим. Ну вот чуть дальше. Хорошо. Когда вы подготовите устную презентацию, тогда, ну то есть, как вы должны, с чего начать, вот, с чего начать. Вы знаете, что у вас должен быть доклад и у вас должна быть презентация, правильно? С чего начать? Начинать надо с доклада. Доклада. Вы пишете доклад, да. Вот когда у вас доклад будет готов, по докладу, то есть, по тексту, вы делаете презентацию. Потому что, если вы сначала сделаете презентацию, а потом доклад, ну это нелогично. У вас не получится, потому что должна быть логика. А логика, когда она появляется? Когда мы читаем письменный текст. Потому что, когда мы устно с вами говорим, то у нас, ну не все, мы аудируем очень плохо. Вот любой, на родном языке, на родном языке человек понимает 17% из устного текста. Поэтому должно быть, и когда это вот нелогично, то это слышно, да. То есть, вот те, кто сидят и видят, слышат. Это слышно, что логики нет. Когда вы пишете, вы можете несколько раз вернуться к этому тексту и перечитать его. И найти какие-то логические ошибки. Найти, ну грамматически я уже не говорю, это и на любом, и на родном языке, и на иностранном языке. Но все равно любой письменный текст помогает вам найти ошибки, грамматические и логические. Поэтому сначала мы с вами пишем текст для устного доклада. А потом по этому тексту мы уже делаем презентацию. Вот об этом у нас, посмотрите, вот здесь вот, видите. После того, как подготовлена устная презентация, магистрская диссертация должна быть дополнена визуальным сопровождением. Для его составления разрешается использовать все доступные технические средства. То есть можно использовать эти средства, которые вы сочтете нужным и необходимым использовать. Так, вопросы есть по докладу? Вот здесь как сделать? Что должно быть в докладе? Требования? Если нет, то продолжаем читать дальше. Вы читаете, вот оно третье, оформление текста презентации. То есть мы сейчас с вами посмотрим, как мы это делаем. Потом я вам открою требования, вот где следующие у нас. Вот здесь вот после текста мы должны были заполнить вот эту вот таблицу с требованиями. Но я сказала, что мы ее заполнять не будем, потому что у нас на это нет времени. Поэтому я вам сразу эту таблицу дам, уже готовую, и потом отправлю в чат. Пожалуйста, читайте.